здравствуйте уважаемые зрители с вами мастодонт и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3 карта mortalis так команда номер один за космодесанты играет зам пурик за темных эльдаров играет денсера и третий член команды кило то противники за космодесант играет arts за не кронов играет наташка и за орков сталин скинул мне реплей данный дэнсер он же джонни огромная ему благодарность за донат так и видим что тут раскидала тиммейтов по разным сторонам то есть вот этот вот эльдар оказался среди врагов так же как и космодесантник арс эльдара темный эльдар играет через зал крови заказывает архона потом невидимость для мандрагор поставил концлагер один генератора пока что в отряда мандрагор так тут уже гречные побежали на разведку видим через космодесантников играет зам пурик у орка 3 пока рубак нек скорее всего он будет рашить уникроны генераторы один отряд нв шик так у космодесанта пока что один отряд тактических космодесантников на этом все очень опасно если ворк зарашил бы так у эльдара рейнджеры арс отбивается от мандрагор темного эльдара теряется их разведчиков космодесантник у командор все еще жив убегает он своему наблюдательному посту как что не видит мандрагор космодесантники на подмогу прибыли так и орг что-то нас поймал своих рубака тут как забрал он точку уникрона крон точку не берет один отряд шутов порт пока что не знает чем заниматься срочно надо делать черепок для космодесанта иначе зарубят мандрагор и его космодесантников как есть черепок теперь он видит мандрагор вступают в битву пока нормального космодесантников держится ну вот торг большие вопросы ворку почему он стоит не помогает своему союзнику давно бы прыгнул бы суда меком там и отстрелял бы этих мандрагор окно вы командор уарса на подходе потерял свой черепок космодесантник комс космодесантник несет огромные потери так видим огнеметы у ворка ну в общем понятно также тут действует правило текен холда тут снайперы спокойно расстреливают шутов ворка и он даже не замечает этого наконец-то ворк прыгнул подсветил рейнджеров наверно нашел кнопку телепортации очень печальный орк так начинает теперь терять он рубак очень грамотно действует вот этот вот космодесантник зампурик расстреливают орков но проблемы в виде не кронов все еще остаются второй монолит у и наташка пытается захватить реликтовую точку арс такие идет атака на базу зампу река тут он вышки не прокаченные они погибнут далеко не пробегут тут уже оборона достойная у зампу река до 2 начал переходить так и короносцы т2 уже темный эльдар второй отряд короносцев на подходе лаборатория гомункула новые войска не кронов нападают на базу зампу река правда без поддержки союзников и лорда не кронов он и тут теряют конец у него прокачались нвшки чуть-чуть подождал бы прокачал бы полностью лорда наперед чтобы вязал идти следом не кронами нет тут ворк вообще печальный недостоин этого никнейма очень плохой главнокомандующий так некроны какие некроны темные эльдары Прыгают в кавер. Тут наглую снимают ключевую точку. Пытаются сбросить таймер отсчета. Ну и Коронос исправляется с этой задачей. Так, и смотрите, что делает Эльдара. Эльдар просто в хламину разносит некронов. Некроны, да, плотные, но... Тут тоже потери, но Эльдар потерял, ну, дозорных он потерял. Темные женицы все еще живут, Короносцы помогают. И некрон отступил себе на базу. В Т2 находится некрон. Сопадение на базу Арсо. Так, есть Т2 у Арсо, Капеллан. Священные покои застроены. И вводятся серые рыцари. Если умеете за Расу играть за Расу Томных Эльдаров, они такие противные. Отступают Короносцы. Тут лорд некронов заметил темную жнецов Эльдара. Разбегаются они в разные стороны. Но Арсо показывает, смотрите, игру. Все-таки он в одиночку смог отдефать. Тут некрон подбежал. А орк, наверное, стоит на базе, да, нобами он стоит. Он учится еще. Так, духи были потеряны. Не смогли они, вроде, капить центральную точку. По сути, игра идет 3 на 2. Вот это вот орка можно вообще списать. Идет Арс вместе с некроном на базу Эльдаром. Сбрасываются свежеватели. Тут зампурик с денсером, видите. Не дают космодесантникам пройти. И отвлекают на себя серых рыцарей с капелланом. Плюс Архон тут. И серые рыцари, скорее всего, погибнут. Если не отступят. Атака некрона продолжается. Очень тяжело ввязать темных жнецов. Тут духи нужны. Сержеватели не смогут их повязать, если Эльдар умеет контролировать свои войска. Сержеватели отступили. НВшки тоже отступают. Эльдар спасен. Ну, там... Такой опасной угрозы даже не было. И не пахло. Видим серых рыцарей от зампурика. Призывается лордник кронов у Наташки. Засвечивает он космодесантников. Вау! Варк перешел в Т3. Сделал... То есть гидсов прыгает тут нобами. На 12 минуте решил он проявить себя. Тут варбосс бежит. Куда бежит? Он бежит вязать. Так, снайперы бегут. Эх, подловить бы этих снайперов и перестрелять. Да, гидси ловят этих снайперов. Видимо, были забыты. И всего лишь один снайпер только остался. Так, с другой стороны Темный Эльдар нападает вместе с Эльдаром на базу космодесантника Арса. Тут уже пауки. Снимаются точки и Повелитель Призраков. Разносит посты космодесанту. Зампурик. Просить помощи у союзников. Да, у него проблемы. Сейчас бы технику сделать бы. У нас у него на предел там. Тут Капеллан заказывается. Решил он доказать блайдеров буря. На дредноута поддержки и лимита не хватает, видимо. Так, и перетягиваются союзники. Тут Некрон неплохо играет. Замедляет подмогу. Отвлекает на себя. Так, ой-ой-ой. Короносцы слишком близко прыгнули. Ногецов. И тут один отряд просто мгновенно погибает. Гомункул пытается повязать один отряд древних орков. Он тоже под обстрелом НВ-шек. И Гомункул погибает. Торхон бегает. Так, очередной засвет от Некрона. Шагатель Ильдаров вешает древних орков. Ну, на этом атака. Орка и Некронов провалилась. Тут Ильдар не дает расслабиться Арсу. Остановиться. Видите. Вешает своим лордам. Так, атака на базу Темного Ильдара. Смотрите, что тут происходит. Некрон скидывает свежевателей. Но и встречают ведьмы. Темный Эльдар потерял свои войска. Ему необходимо восстановиться. Тут отряд Архона бегает. Т3 Эльдар. Всевидящий Совет бегает. Вяжут они бронебойцев. Так, это, видимо, новый отряд древних орков. Расстреливаются. Всевидящий Совет. Так, тут Арликин еще. Так, лордам бы повязать. Тут уже... А, еще и ведьмы бегают. Утянул Эльдаром. Бронированной главарем. Отстали от Арсона. Он защищает тут базу. Захватывает свои точки. Почихоньку восстанавливается. А вот у зампурика проблемы. И ворк ломает базу. Запомните его никнейм. Если дойдет к вам зал. Тикайте. Сразу же. Мало того, что он десять минут стоял и ничего не делал. Ну, еще и в конце. Ломает сам же себе базу. И выходит из игры. Зампурик рад этому. Ну, проблемы также на базе у темного Эльдара. Новый зал крови. Застраиваются. Так, уничтожители. У Наташи. Так, ну, бедные космодесантники. Бедные ультрамарины. Снова на них нападают. И расстреливают их. Успел он восстановиться. Подвел его союзник. Так, ну и Арс выходит. Потерпелся ультрамарин. И Наташка осталась одна. А Наташка-то молодец. В этой команде самые большие яйца у Наташки. Ну и все, скорее всего. Добивание некрона. Ну и Наташка тоже выходит из игры. Продолжение следует. Продолжение следует... Целотто набирает по армии 770, Зампурик 540, Денсер 620. Больше всех убито у Зампурика 104, потеряно 45, уничтожено зданию 0, потеряно здание 8. Денсер убито 83, потеряно 71, уничтожено здание 5, потеряно 3. Допадим по ресурсам занимает Наташка, и самый технологичный тоже Наташка. Такой вот бой, ребята, всем спасибо за просмотр, услышимся, не болейте, пока-пока.